Пилоты раскрыли несколько нюансов, которые помогут тебе стать экспертом авиаперелетов. Каждая профессия имеет свои секреты и не принято делиться с кем-либо, кто вне этой профессии. Авиация всегда была манящей и вызывающей любопытство отраслью, и раскрывать ее секреты было бы очень познавательно и интересно для аутсайдеров авиации. В этом видео член экипажа поделится своими секретами, которые, возможно, пригодятся вам в следующем перелете. Будет познавательно? Ставьте лайк! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на волшебный колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Почему нельзя фотографировать посадочный талон? Наверняка каждый из вас хотел поделиться радостью с друзьями в соцсетях о том, что вы летите куда-то отдыхать. Даже часто мои друзья выкладывают такие фотографии с посадочным талоном вместе с паспортом прямо в соцсети. На посадочном талоне много информации, которая может пригодиться злоумышленникам. В первую очередь это код бронирования или номер вашей бонусной карты, с помощью которого может зайти ваш личный кабинет, зная фамилию, и проследить, куда вы летите и когда вы улетаете или прилетаете. Но вы понимаете же, чем это чревато и кому это нужно. Там также написано, с кем вы путешествуете. Ну, я имею в виду в личном кабинете. Ворам и угонщикам автомобиля эта информация пригодится. Также ваш билет могут аннулировать, но если кто-то захочет, конечно, напакостить. Или же изменить дату вылета, если ваш тариф предусматривает бесплатное изменение даты вылета. Потом придется вам платить штраф, чтобы вернуть все обратно. Короче, попадете вы на бабки, это 100%. Сделать можно что угодно, главное иметь ваши данные. Поэтому старайтесь не выкладывать такие фотографии в сеть. Пилот самолета не может носить бороду. Многие авиакомпании запрещают это. Причина в том, что пилоту требуется надевать кислородную маску. Но если у него будет густая борода, то маска может неплотно прилегать к лицу и будет плохо работать. Это поставит под угрозу не только его безопасность, но и пассажиров. Но если вы мечтаете стать пилотом и при этом не готовы попрощаться со своей любимой растительностью, то я вас обрадую. На сегодняшний день некоторые авиакомпании позволяют своим пилотам ухоженную бороду. Вы посчитаете это странным и будете правы. Дело в том, что сейчас маски стали мощнее и герметичнее. Но выработанные требования о небородатых пилотах остались. Почему холодно в самолете? Согласно исследованию, проведенному американским сообществом по тестированию материалом, пассажиры с большой вероятностью могут потерять сознание на борту самолета, чем на земле. Это связано с гипоксией. Она возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе. И перегрев на борту может вызвать гипоксию, поэтому температура устанавливается ниже среднего. Постарайтесь не ворчать из-за холода на борту. Утепляйтесь и не болейте. Самолеты не летают по прямой траектории. Boeing 747 сжигает более 11 тонн топлива за каждый час полета. И логичнее предположить, что укоротить дистанцию между точками А и Б было бы выгоднее. Но если посмотреть маршрутную карту в салоне или на флайт-радаре, то увидите не прямые линии, а дуги, а иногда и зигзаги. С дугами все до банальности просто. Земля круглая, мониторы и карты плоские. А вот почему зигзагами летают? Потому что самолеты летают не абы как, а исключительно по воздушным трассам. Самолет летит по цепочке заранее заданных точек. Все заранее рассчитано из соображений безопасности в внештатной ситуации или же из-за погоды. Максимально быстро прибыть ближайший аэропорт. Небольшое дополнение от меня. Впрочем, с перелетами через океан ситуация чуть сложнее. С четырехдвигательным самолетами все просто. Лети кратчайшим путем. А вот остальные так не могут. Дело в том, что двухдвигательным самолетам не разрешают слишком далеко отдаляться от ближайшего аэродрома. Идея тут в том, что при отказе одного двигателя самолет должен долететь до запасного аэродрома, который сможет его принять. К счастью, у современных лайнеров все чаще встречается сертификация на ETOPS 180 и даже на ETOPS 240. То есть разрешение удаляться от аэродрома на 180-240 минут. Вы спросите, зачем вся эта лотерея, когда можно летать на четырехдвигательном самолете? Исключительно в целях экономии топлива, ведь четыре двигателя расходуют больше топлива, чем два. Лучше надевать удобную обувь во время полета. Это взято из опыта летного состава всего мира. Лучше отставьте дома тесную обувь и обувь на высоком каблуке. Ведь это действительно влияет на безопасность полета. Неудобная обувь помешает быстро покинуть самолет во время аварийной ситуации. Ну а если у вас каблуки, вам по-любому придется их снять во время эвакуации, ведь каблуки проткнут трап. Вы ведь не хотите бежать с самолета босиком. Обычный человек не справится с посадкой самолета. В фильмах часто показывают, как обычный пассажир во время экстремальной ситуации бросается в кабину и берет управление в свои руки. Но даже если человек супергений сажал самолет на симуляторе, и даже если с земли дает указания, что и как делать, то даже тогда ему помешает одна маленькая вещь, как стресс. Так что единственный случай, когда пассажиру приходилось сажать самостоятельно самолет, имел место в павильоне Голливудской киностудии. Задержка рейса влияет не только на пассажиров, но и на весь экипаж. Экипажи оплачивают только часы в полете. Время на земле не учитывается. Поэтому не вините стюардесс, если самолет все еще на земле по каким-либо причинам. Они тоже расстроены так же, как и вы. Пилоты проводят замену, если им нужно в туалет. Когда пилоту нужно в туалет, стюард должен зайти в кабину пилотов и ждать, пока пилот не вернется. Это делается для исключения блокировки двери пилотом, пока другой отсутствует. И, кстати, у некоторых авиакомпаний для экипажа есть отдельный туалет для того, чтобы экипаж не ждал. Так как среди пассажиров возникает паника по поводу того, что кто же управляет самолетом, пока пилот отсутствует. Еда на самолете не такая вкусная, и никто в этом не виноват. На большой высоте наше восприятие вкуса меняется. Также влияет на наше восприятие низкая влажность, шум в кабине и пониженное давление. К примеру, воздух в кабине на 15% менее влажнее, чем на земле. Это объясняет чувство обезвоживания и чувство сухости в носу и во рту. И это влияет на вкусовые ощущения. Учитывайте этот факт, когда будете жаловаться на качество вина на борту. Это все то же вино, которым вы наслаждались на земле, просто изменились окружающие условия. И, кстати, чтобы лучше почувствовать вино, лучше пить его в начале полета, а не ближе к его завершению, когда мы теряем существенно больше жидкости. Удобная одежда – залог здоровья. Постарайтесь одеться удобнее в полет. Приятный телу материал, свободная одежда помогут заснуть. И не будет застоя крови из-за тесной одежды. Постарайтесь исключить в день вылета кофеин и не забудьте беруши и маску для глаз. Дверь в кабине пилотов бронированная. Она сконструирована так, чтобы остановить пули и гранаты. И пройти ее можно, лишь зная спецкод. Экипаж может его ввести, если пилоты не реагировали на звонки. Код откроет дверь в течение 120 секунд после введения. Для того, чтобы обезопасить пилотов от возможных происшествий в лайнерах, устанавливают крайне надежные двери. Кабина экипаж проверяет пилотов по трубке. Необходимо это делать каждые 40 минут днем и каждые 20 минут ночью. Около крыла менее качает. Если вас укачивает, то выбирайте места в центральной зоне. Интересный факт, зона с наиболее свежим воздухом находится впереди. А наиболее теплая зона в конце. И так теперь ты сможешь выбрать себе место согласно своим приоритетам. Жесткая посадка иногда бывает специальной. Когда самолет жестко садится, это не значит, что пилот неопытен и был про счет. Иногда это делается специально из-за погодных условий. Если полоса мокрая, нужно предотвратить скольжение. И для этого приходится сажать машину довольно жестко. Если ты когда-нибудь ездил по мокрой дороге, то ты полностью понимаешь, о чем идет речь. Кислорода в масках хватает всего на 15 минут. Но не паникуйте, этого достаточно, чтобы синить самолет до нужной высоты, где, возможно, будет нормально дышать. А мне остается вам пожелать приятного полета. Обязательно ставьте лайк и смотрите меня. С вами был Смартик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok